Привет, друзья! Сегодня делаю заготовки на зиму. Готовлю маринованные баклажаны с луком и чесноком. Это отличный вариант быстрой холодной закуски. Сочные, слегка остренькие, с чесночным ароматом маринованные баклажаны, приготовленные по этому простому рецепту, придутся по вкусу любителям пикантных закусок и дадут возможность наслаждаться их вкусом и ароматом круглый год. Баклажаны мою. Выбирайте баклажаны с гладкой и неповрежденной кожурой. Желательно, чтобы баклажаны были среднего размера и не слишком мягкие. Такие овощи имеют меньше семян и больше мякоти. Именно то, что нужно для вкусной закуски. Баклажаны нарезаю кружочками приблизительно 5 миллиметров. В этом рецепте я не очищаю баклажаны от кожуры. После маринования она станет мягкой и только добавит вкуса консервации. Теперь буду запекать баклажаны. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываю порезанные кружочками баклажаны. Баклажаны запекались в духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Репчатый лук нужно нарезать тонкими полукольцами. Лук нужно только слегка обжарить на сковородке с растительным маслом. Готовлю маринад. Рецепт маринада я укажу под видео. Запеченные баклажаны выкладываю в кастрюлю, добавляю обжаренный репчатый лук и все заливаю маринадом. Теперь овощную смесь нужно довести до кипения и проварить на небольшом огне приблизительно 25 минут. Во время варки периодически перемешиваю баклажаны, чтобы они не подгорели. Чеснок нужно выдавить через пресс. К баклажанам добавляю выдавленный чеснок и провариваю все еще 5-7 минут. Стерилизованные банки выкладываю баклажаны и закатываю крышками. Из 2,5 килограммов баклажанов у меня получилось 3,5 литровые и 1 литровая баночка закруток. В этом рецепте баклажаны становятся похожими на грибы. Процесс маринования превратит банальный овощ в пикантный деликатес, который может улучшить вкус даже самого скучного блюда. Уверена, такие маринованные баклажаны станут звездой ваших закруток на зиму. Домашняя заготовка из перца это вкусная консервация, которая точно должна быть в вашем амбаре. Такая заготовка не требует стерилизации, не капризна к условиям хранения, а процесс ее приготовления не занимает много времени. Для маринования на зиму желательно выбирать мясистые толстостенные сорта перца. Они будут с более насыщенным вкусом. Такой перец в банке получается очень сочный и вкусный. Предварительно перец нужно помыть. Теперь нарезаю перец средними кусочками. Готовлю маринад, состоящий из воды, уксуса, растительного масла, сахара и соли. Содержимое кастрюли довожу до кипения и кипячу пару минут на сильном огне. Подготовленную кастрюлю выкладываю кусочки перца и заливаю кипящим маринадом. Теперь нужно дождаться закипания маринада, сделать небольшой огонь и проварить перец 10-12 минут. Периодически перец перемешиваю деревянной лопаткой, чтобы он не подгорел. Пока варится перец, можно подготовить банки с крышками. Простерилизуйте их любым удобным для вас способом. За несколько минут до окончания варки перца добавляю мелко нарезанный чеснок. Перец уже готов и теперь я буду раскладывать его в стерилизованные банки. В самом конце приготовления можно добавить еще несколько листиков лаврового листа. В стерилизованные банки выкладываю перец маринада, в котором он варился до верха. Банки закрываю крышками при помощи ключа. Переворачиваю, убиваю их вверх дном, укутываю чем-то теплым и оставляю так до полного остывания. Этим вы дополнительно простерилизуете крышки и проверите их герметичность. Маринованные кусочки перца получаются на вкус слегка сладковатые, а чеснок делает эту закуску более пикантной. Сегодня предлагаю рецепт маринованных кабачков на зиму. Это и закуска, и добавка в салаты, и даже альтернатива маринованным огурцам для других блюд. Для консервирования я выбираю только молодые кабачки и нарезаю их кружочками приблизительно толщиной 5-7 миллиметров. На дно чистых стерилизованных банок выкладываю листья хрена, стебли и зонтики укропа, лавровый лист, перец горошком и чеснок. В каждую банку плотно укладываю кружочки кабачков. В каждую банку добавляю соль, сахар и уксус, заливаю холодной водой доверху и сверху выкладываю зонтики, стебли укропа и листья хрена. Каждую банку накрываю стерилизованной крышкой. Банки с кабачками ставлю в кастрюлю, предварительно выстелив дно мягкой тканью. Кастрюлю наполняю водой, чтобы она закрывала банку приблизительно по плечике. После закипания воды в кастрюле стерилизую банки приблизительно 15-20 минут на среднем огне. Банки закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и даю остыть в таком положении. Маринованные кабачки на зиму готовы. Консервированные помидоры на зиму в банках это классика зимних заготовок. Рецептов консервирования этого овоща очень много, но я хочу предложить проверенный временем рецепт. Помидоры нужно хорошо помыть. Для консервации я выбираю плотные и мясистые сорта. Они хорошо сохраняют свою форму и останутся упругими, даже если лопнет кожура. Лучше всего взять сорт сливки среднего размера. В подготовленную стерилизованную трехлитровую банку добавляю горошины черного перца, лавровый лист, сухие листья хрена, зонтики из стеблей укропа. Можно добавить свежую зелень. Все ингредиенты в данном рецепте рассчитаны на банку объемом 3 литра. На дно каждой банки вначале добавляю 6 столовых ложек сахара. Теперь добавляю 2 столовые ложки соли. В каждую банку добавляю помидоры. В трехлитровую банку помещается приблизительно 2 килограмма. Количество помидоров может меняться в зависимости от их размера. Главное плотно утрамбовывать овощи. Загладывайте плотно помидоры, чтобы они хорошо утрамбовывались. После каждого слоя встряхивайте банку. В каждую банку добавляю 4 столовые ложки 9% уксуса. Банку с помидорами заливаю водой. Желательно, чтобы вода была из скважины, из колодца или отфильтрованная. Сверху добавляю листья хрена, зонтики из стеблей укропа. Воду нужно залить до самого края банки. Банку с помидорами накрываю стерилизованной крышкой. Крышки для стерилизации я предварительно сложила в сотейник, залила водой и прокипятила 10 минут. Вынимайте из воды крышки только тогда, когда будете их использовать. Теперь буду ставить банку с томатами стерилизоваться. Для этого мне потребуется такая кастрюля, в которую помещается трехлитровая банка. В нее можно залить столько воды, чтобы она доходила больше, чем до половины банки. На дно обязательно выложите полотенце, чтобы банка в процессе стерилизации не треснула. После закипания жидкости в кастрюле стерилизую банки с помидорами 15 минут. Я уже достала банки и закатала их крышкой. Важно после того, как закрыли банки, соблюсти температурный режим. Как это сделать? Переверните банки вверх, поставьте на крышку и замотайте в теплое одеяло, чтобы не произошло резкого изменения температуры. На консервацию уходит много времени и, конечно, хочется, чтобы она долго хранилась. Такие закрутки из помидоров можно хранить в квартире. Для этого выберите темное и сухое место с умеренной температурой. Сегодня приготовлю баклажанную икру кусочками. В ее состав входят баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, лук и специи. Такая икра будет идеальным вариантом закуски на зиму, которая будет напоминать вам о теплых летних деньках во время холодных зимних вечеров. Для начала нужно подготовить все овощи. Баклажаны нарезаю кубиками среднего размера. У перца удаляю плодоножку и семена и также нарезаю кубиками среднего размера. Репчатый лук и морковь также нарезаю кубиками. Готовлю маринад, состоящий из подсолнечного масла, уксуса, соли и сахара. Маринад нужно довести до кипения, прокипятить 2 минуты и выключить огонь. Все овощи складываю в глубокую емкость для тушения, заливаю маринадом и теперь буду тушить. Для приготовления икры мне еще потребуются помидоры, натертые на мелкую терку. Натертые помидоры добавляю к остальным овощам. Все овощи хорошо перемешиваю деревянной лопаткой и продолжаю тушение. Баклажанная икра уже готова. Я ее тушила до мягкости овощей на небольшом огне 50 минут. Готовую баклажанную икру выкладываю в стерильные банки и буду закатывать стерильными крышками. Приготовить вкусную баклажанную икру на зиму не так уже сложно, как видите, если под рукой есть проверенный рецепт, а также качественные овощи. Самое сложное ждет вас в конце, ведь вам придется разложить баклажанную икру по банкам и закатать, а не съесть сразу. Сегодня делаю заготовки на зиму. Буду готовить консервированные огурчики. Хруст это одна из причин, по которой все любят консервированные огурцы. Но как добиться, чтобы огурчики были именно такими? Здесь следует придерживаться несколько простых правил. Сами огурчики лучше брать небольшие и по возможности просто с грядки. Если вы же покупаете овощи на рынке или в магазине, лучше не пренебрегать замачиванием в холодной воде. Огурцы нужно замочить приблизительно на 3-4 часа. Придется немножко подождать, но тот самый хруст сохранится. Для замачивания не набирайте воду из-под крана. Лучше воспользоваться фильтрованной водой или водой из скважины. После замачивания тщательно промойте огурчики. Старайтесь выбирать огурцы небольшие, приблизительно длиной 6-8 сантиметров. Такие огурчики наиболее вкусные. На дно стерилизованной банки укладываю 2 лавровых листа, 5-6 горошин черного перца, 2 зубчика чеснока, листья хрена и зонтики укропа. Банки заполняю огурчиками. Старайтесь укладывать огурцы так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Сверху в каждую банку добавляю зонтики и стебли укропа. Я приготовила маринад, состоящий из воды, соли, сахара и уксуса. Маринад заливаю в банку с огурцами. Так как маринад очень горячий, советую маринад наливать на нержавеющую ложку, чтобы не треснула банка. Банки с маринадом и огурцами накрываю стерилизованными крышками. На дно широкой и высокой кастрюли я застелила полотенце и поставила сверху банки с огурцами, накрытые крышки. В кастрюле налила воды, чтобы она приблизительно достигала 3 четверти высоты банки. Довожу воду до кипения в кастрюле и буду стерилизовать банку с огурцами и маринадом 15 минут. Я закатала банки крышками. Можно также использовать закручивающиеся крышки. Перевернула банки крышками вниз и оставляю в таком положении до полного остывания. Из 4 килограммов свежих огурцов я закатала 5 однолитровых банок и одну двухлитровую банку огурцов. В однолитровую банку помещается приблизительно от 500 до 600 граммов огурцов. Этот рецепт проверен временем и огурчики всегда получаются хрустящими. Сегодня делаю заготовки на зиму. Соленые огурцы в банках без уксуса. Огурцы я выбрала среднего размера. Лучше, чтобы все они были примерно одинаковые. Предварительно огурцы нужно замочить в холодной воде на 1 час. На дно банки кладу зонтики укропа. Он придаст огурчикам аромат. Теперь добавляю листья хрена. Хрен придает огурчикам хруст. Добавляю лавровый лист, черный перец горошком и дольки чеснока. У огурчиков срезаю кончики и плотно укладываю в банку. Готовлю маринад. К холодной воде добавляю сахар и каменную крупного помола соль. Она отлично подходит для солений. Хорошо размешиваю соль и сахар до растворения в воде. Теперь огурцы нужно залить маринадом. Поверх огурцов укладываю хрен, степли и зонтики укропа. Банку с огурцами можно прикрыть крышкой и оставить для засолки на 2-3 дня. На поверхности огурцов будет образовываться пена. Ее нужно снимать. В процессе засолки огурцов рассол в банке должен помутнеть. Через 3 дня сливаю маринад из банки в кастрюлю. Теперь маринад нужно довести до кипения и прокипятить 2-3 минуты. Горячим маринадом заливаю огурцы и оставляю на 15 минут. Еще дважды повторяю такие же действия. Сливаю маринад, довожу его до кипения и заливаю огурцы. Огурчики закатываю крышкой. Стерилизация для таких огурцов не требуется. Они прекрасно хранятся в комнатных условиях.